Легко и просто, всего за несколько секунд. Кузя справляется со сваркой. Роботу-помощнику два года, но работает уже по-взрослому. Управлять железным умельцем процесс несложный, как машинкой на пульте, говорит инженер Евгений Розенов. Сначала закрепить деталь, затем построить программу. И дальше уже выставляем сварочную горелку в нужное нам положение, сбавляем скорость и подводим робота непосредственно к сварочному шву. Через пульт Кузя задается. Каждое движение, траекторию робот запоминает и воспроизводит сам без помощи и контроля. Завершаем сварку. Делаем точку отхода. И вводим робота в домашнее положение. Сейчас таких, как Кузя, привозят из Китая. Но к концу года производить железных помощников начнут и у нас, в Подмосковье. Соглашение подписали на петербургском форуме. Одинцовская компания уже готова наращивать объемы. Среди моделей не только роботы для сварки. Политирование – это процесс, когда роботу надо с конвейера забрать какой-то продукт и поставить на палету в нужном порядке. Составить целую палету, потом ее человек убирает и робот составляет следующую палету. Чем крупнее производство, тем больше станков. Роботы-манипуляторы выполняют роль человеческой руки, помогают работать эффективно. Они занимаются обслуживанием станков, например, токарных станков или гибочных станков. Выполняют какие-то операции с объектами. Перетаскивание, перекладывание. За четыре года работы на предприятии появились более 150 помощников. Работают в любое время, не болеют и заменяют сразу нескольких специалистов. Робот не устает, робот не ходит на перерывы. Робот делает операции точнее и, например, в долгосрок, если смотреть, то он делает это стабильнее. Человек устает у нас за 8 часов работы, а роботу все равно сколько работать. Пока на петербургском форуме всех развлекает Женя, в Одинцово вовсю работает Кузя, а совсем скоро к нему присоединятся коллеги уже российского производства. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.